Всем привет! Всем доброе утро! Я села завтракать. Итак, что у меня сегодня на завтрак? Я себе заварила овсяную кашку. Потом... В последнее время полюбила. Так себе делаю уже не первое утро. Сейчас вам покажу. Потом беру творожную массу. Обычную ванильную. Вообще я обожаю творожную массу с изюмом. Просто обжарю. С куробой тоже мне нравится. Ну, у нас такая закончилась. Это просто ванильная, без фруктов. Отправляю сюда творожную массу. Все хорошо перемешиваю. Кто-нибудь еще ест, так как и я творог с кашей. В перемешку. Не знаю, мне очень нравится, как получается. Очень вкусно. Так, и здесь в тарелочке у меня нарезан банан и нектарин. Так, так же сюда отправляю фрукты. И к тарелке, в банан. Все это тоже хорошо перемешиваю. И у меня получается полная тарелка вкусной и полезной каши. Будем завтракать. Что, какие у меня новости? Я так и не собрала сумки в рудо. Во-первых, по поводу размера этих сумок я вам говорила, что расстроилась. И что, как мне показалось, что они слишком маленькие. Ну, вы знаете, я заново начала смотреть видео про сборы сумок в рудо. И я, в принципе, смотрю на видео, ну, как у других девчат. У них точно такие же размеры. Скорее всего, мне, в принципе, и в комментариях написали, что, Люк, тебе так кажется, что они маленькие. На самом деле, они очень даже вместительные. И тебе все должно в них поместиться. И я вот смотрю, ну, что реально, ну, девочки покажут, у них примерно такие же размеры. И у них, ну, все поместилось туда. Ну, я не знаю, прям, ну, очень они даже вместительные. Так что, скорее всего, мне их хватит. Но, так как я паникерша, и в тот день, когда они мне пришли, я запаниковала, что они сильно маленькие. И, в общем, я в тот день заказала на Валперес еще одну сумку. Не стала уже комплект заказывать, ну, из трех сумок. Сказала еще одну тоже, такую прозрачную. Но только одну большую. И у меня, ну, насколько я поняла, вот эта большая будет больше, чем моя из этого комплекта, где состоит из трех сумок. Получается, будет прям большая сумка. И потом вот этот вот комплект чуть поменьше. И две маленькие, ну, которые в этом комплекте. Двадцать шестого я говорила мне на следующий прием к доктору. И я думаю, ну, сто процентов к двадцать шестому числу, ну, эта сумка должна будет прийти. Я зайду в Валперес, заберу ее. И уже тогда точно буду собирать сумки в роддом. Загуглила я список в интернете. Ну, родовой список, который требует вот этот перинатальный центр, куда меня будут вложить в Ханты-Мансийске. Он, конечно, отличается от того родового списка, который указан у нас в Белоярском. У нас в Белоярском список намного проще. Туда, в Ханты-Мансийск, список намного больше. Ну, что нужно положить с собой в родовые сумки. Во-первых, в нашем Белоярском списке было, что ребенку нужно положить только лишь царапки, шапочку и носочки. И я еще даже переспросила у девочек, которые мы здесь рожали в нашем роддоме, что точно никакая одежда ребенку не нужна. Они говорят, нет, тебе будут выдавать сам роддом, ну, такие кучу-кучу пеленок. И, как бы, ты его пеленаешь, все, пока он там находится в роддоме, он, как бы, в больничных пеленках находится. Единственное, что потом вы должны будете подвести вещи на выписку, ну, во что его одет, когда выписывать ребеночком. Ну, а пока он там находится, запрещается какую-то одежду брать ребенку, как бы, он будет пользоваться вот больничными пеленками. И те же пеленки везти не надо было ребенку, я имею в виду именно тканевые. Вот, что, ну, их выдает больница. Это в нашем роддоме здесь, в Белоярском. В списке роддома, который в Канты-Мансийске, куда я еду, там перечислено, что нужно брать много распашонок, ползунков, слипиков, бодиков, шапочки, носочки, пеленки разные, толстые, тонкие, ну, то есть, именно тканевые имеется в виду. Подкладные, это все понятно, что впитывающие, это тоже, да, в списке есть. Но имеется в виду, что, короче, полный гардероб малыша ты должна привезти с собой. Это идет все, как бы, вот в этом списке в Канты-Мансийске. То есть, там ничего, я так поняла, не выделяют, никаких ни пеленок, ничего. Ой, у тебя ребенок должен быть в своих пеленках, должен быть в своей одежде. В общем, как-то так. Естественно, получается, ну, не больше паковать в сумке плюс. В нашем роддоме в списке было, что нужно взять одну сорочку и халат. В этом роддоме написано, что нужно брать как минимум два халата, две сорочки. Ну, то есть, даже для меня нужно брать больше одежды, чем было вот в нашем роддоме. Ну, в общем, список больше. Там по многим параметрам список больше. Так что придется мне паковать и паковать и паковать все на свете. Ой, какая же вкусная каша. Кто еще так не пробовал, попробуйте. Овсянку смешать с творожной массой, с фруктами. Обалденно вкусно. Вот, я Саше сказала, говорю, давай, ладно, еще недельку подождем. Через недельку поедем в город на прием к доктору, заберем еще одну сумку. И уже через неделю буду собирать родовую сумку. Так, видите, вот даже, ну, вот хочется, да, допустим, перестирать. Ну, туда даже вот его одежду складывать, да? Надо постирать, погладить ее, все. Ну, хотелось, думаю, что раз уж, ну, браться за это, ну, уже перестирать все, что у меня есть. Все его пеленки, которые у меня есть, всю его одежду, все это. Все уже сложить. А комодика нету. Ну, не знаю, у меня есть еще вот вариант, можно пока нету комодика, но он до сих пор не пришел. Можно, я вам показывала, когда обзор кроватки, у меня в кроватке есть внизу большой такой глубокий ящик. Можно, по идее, все подготовить, перестирать, перегладить и сложить, допустим, пока в кроватку временно. Ну, не знаю, есть смысл, нет смысл сейчас этим заниматься. Может, все-таки стоит подождать. Не знаю, в такие вот дела. Ладно, что, буду завтракать, попозже к вам вернусь. Посмотрите на этих красавцев. Ну, все нормальные. У вас все в порядке, ребята? Сняла, сейчас сложу стерку. Теперь я стерку складываю в зале, потому что здесь у меня комод. Мне теперь здесь удобнее ее складывать. Раньше всегда с парней складывала. Вот, и еще опять продолжу, да, тот же родовой список, который, ну, в Хантамансиске. Там даже указано, что мне надо с собой привезти три полотенца. Три. Ну, вообще, если честно, ну, это, в Белоярском, по-моему, вообще ни одного не было указано, что брать с собой. Ну, вообще, если честно, это, я даже думаю четыре брать полотенца. Я, наверное, возьму два ребенка и два себе. Себе хочу взять одно маленькое, ну, просто там лицо вытепить или что-то. И одно большое, потому что по-любому я буду ходить в душ, чтобы мне вытирать тело. Вот. А ребенку, я думаю, положить одно темное полотенце. Это в родильное отделение, ну, его обтереть. И одно светлое полотенце, ну, детское положу уже, как бы, это, в послеродовое отделение. То есть, когда я его там буду подмывать или что-то, чтобы мне было его чем вытереть. Ну, и, в общем, не знаю, список огромный. Коты вообще бесятся, не переставая. Вот, видно их. Проказники мои. Мои проказники. Переживаю. Знаете, чем ближе стала дата родов, тем больше и больше я стала переживать. Ну, не то, что переживать, а волнение какое-то присутствует. Боюсь, ой, господи, боюсь, что это. Что-то забуду, что-то не положу, еще что-то. И я понимаю, что мне никто ничего не подвезет. Хантамансийск очень далеко. И что, ой, вообще, что-то столько мыслей вообще. У меня Вика Сибиря, я думаю, ну, многие знают этого блогера. Она как раз-таки проживает в Хантамансийске. Она мне написала. Люба, ну, не переживай, вообще приедешь к нам. Ну, типа, напиши, когда собираешься приезжать, что я тебя встречу, я тебе там помогу, провожу до больницы, там то и все, вообще без проблем. Как говорится, надо будет, говорит, довезу. Если ты там, ну, вдруг на самолете, а не на машине с Сашей будешь, то я, говорит, прям тебя на машине отвезу, все нормально будет. Спасибо ей, конечно, огромное. Насчет самолета тоже мне многие писали. Люба, ты уточни у своей авиакомпании. Ну, можно, ну, так, можно ли тебе вообще перелет? Да, я уже загуглила, уточнила. Нет, оказывается, до 36 недель, ну, если у вас большой срок, ну, там, 32-34 недели, можно на самолете передвигаться по справке, которую ты берешь у своего гинеколога, то есть он тебе ее выписывает, что вот, как бы, ну, разрешает полет. С 36 недель по закону авиакомпании запрещают перелет беременным женщинам. Ну, то есть даже, как бы, со справкой нельзя, поэтому на самолете я точно не лечу, он, как бы, отпадает. Но мы так с Сашей переговорили, Саша говорит, ну, ради, как бы, такого дела, то, что тебя нужно везти в Ханты-Мансийск в роддом, он говорит, скорее всего, ну, мне в любом случае дадут выходные. То есть, ну, именно, как бы, это не просто, там, что я, там, по каким-то таким не супер важным делам отпрашиваюсь, как бы, это важное дело, и, говорит, меня должны будут отпустить с работы. Так что, скорее всего, меня отвезет муж. Ой, девчонки, я не знаю, я волнуюсь. Я всегда была такой позитивщик, мне все вечно говорят, Верю, вот ты прям такая, прям вообще боевая, позитив, классная. На тебя смотришь, и тоже там хочется, как говорится, верить в себя. И вот я сдулась, все, я не могу, у меня мандраж, я какая-то вся нервная. Когда вчера, вчера, по-моему, или поза вчера, я уже не помню, в 12 ночи, в 12 ночи я включила панику и начала говорить, Саша, а вдруг у меня роды начнутся уже завтра? Ведь это же может быть, что уже завтра у меня отойдут воды, и надо рожать. А у меня ничего не готово к ребенку. Я такая, ну, знаете, на панике, я говорю, все, мне надо это, срочно, давай, я сейчас буду срочно, Завтра уже мне надо все подготовить для кроватки. Сейчас, завтра буду перестирывать, там, бортики постельные, все это буду застилать, все это. Потому что это же все нужно еще успеть перегладить, чтобы все было стерильное. Надо все уже подготовить, потому что, говорю, если, а вдруг у меня завтра роды, ой, воды отойдут, Ну, я начну рожать, а когда ты этим будешь заниматься? Ты же на работе, а ему же надо и постирать, и погладить, и все это. И я в такой панике, в 12 ночи, у меня вот это вот, понимаете, вот все, паника какая-то возникла, И я ему говорю, ставь мне срочно крепление для балдахина, ну, устанавливай на кроватку. Я завтра балдахин тоже буду стирать, гладить, и чтобы я его уже, ну, могла повесить на кроватку, все это. А то я говорю, я сама не смогу вот это крепление установить. Он говорит, Люба, что, в 12 ночи ставить крепление для балдахина на кроватку? Я говорю, да, у меня завтра отойдут воды, мне надо срочно это все сделать, мой ребенок будет без кроватки. Вы, понимаете, вот все, у меня истерика, у меня вот какой-то мандраж. Саша в 12 ночи, я говорю, залезь ему утром на работу. Пошел, блин, у нас же эти завалы все, где куплено для ребенка. Пошел, достал это крепление для балдахина. Установила его на кроватку. Я достала этот балдахин, померила. Пойдет он, не пойдет. Ну, короче, это кошмар. На следующее утро я просыпаюсь и думаю, нет, что-то слишком рано. Я вот сейчас вот соберусь, я сегодня все перестираю, переглажу, ну, для кроватки. А вдруг у меня роды реально будут как положено. Только аж 15 августа, это считай целый месяц. А коты будут сейчас запрыгивать, не дай бог, в эту кроватку. И все это, то, что я там простирала, просилизовала утюгом, они мне там, ну, не дай бог прыгнут, пока я там не вижу или что-то. Шерсть натрясут. И это уже будет не стерильная кроватка. Нет, рано. Пока что не буду ничего делать. В итоге я зря в 12 ночи мужа подоражила, чтобы он мне делал это крепление на балдахину. В общем, я вообще, все, у меня, я говорю, я схожу с ума. У меня какая-то, у меня какая-то паника, я не знаю, я не узнаю сама себя. Я говорю, я вроде всю беременность была на таком бодраке. Я всю беременность была какая-то, ну, собранная, без волнения, без каких-то паник, без ничего. И сейчас я вообще, я говорю, вы бы видели, что со мной происходит. У меня вообще, в общем, я не знаю, сто пятниц на неделе. Фух, короче, надо как-то успокаиваться, только не знаю как. Саша пришел на обед. Я его кормлю супчиком. Сварила супчик, это гречневый с курочкой. Всем, кто сейчас кушает, всем приятного аппетита. Я тут приступила к зачистке дивана. Вообще, какая красотень чистить вот этой щеткой. Посмотрите, вот я чуть-чуть провела, и она вот так вот все-все собирает. Потом ее засовываешь вот сюда. Тут, конечно, одной рукой мне неудобно, я камеру держу. Так, вот так вот пару раз проводишь, вот так, и все чисто. И потом опять, ну, собираешь с дивана. Это так удобно вообще. Прям, конечно, супер, просто супер собирает. Вон она опять у меня вся в шерстюге. А эта шерсть потом вся собирается вон там. А потом снимаешь вот этот вот, как бы этот, колпачок. Тут вся шерсть собирается. Его вытряхиваешь, и все. И все, и у тебя чистая мебель, и ничего сложного. Не надо с этими тазиками, как я раньше ходила. Эти щетки мочила, тазики с водой набирала. Сейчас вообще такая красотень. Раз, 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 раз. Я сейчас каждый день стала чистить диван без проблем. Сейчас, в общем, пройдусь. Почищу быстренько диван. О, посмотрите, все. Все в шерсти. Видно, да? И это. Тут смахну тоже пыль. Ну, где-то что-то. И буду запускать робот-пылесос. Так, ну все, я пыль протерла. Все везде лишнее подняла. Сейчас будем запускать робот-пылесос. Вот, я, видите, подняла эти штативы и пуфик. Потому что, если пуфик тут стоит, он, получается, естественно, он же его не может выдвинуть и там почистить, и потом его обратно задвинуть. Приходится пуфик убирать. Начинаю уборку. Убедитесь, что емкость для воды заполнена. Все. Мое солнышко пошло работать. Я сейчас стала сразу включать и пылесосение, и мытье пола. Он у меня как бы и то, и то делает. Потому что, ну, поначалу еще, знаете, было много мусора на полу, а сейчас, пока я его каждый день пускаю, ну, полы, в принципе, в целом чистые, поэтому можно все сразу делать. Не стоит его перенагружать. Так, ну, эту дверь можно закрыть. В ванну я его обычно из туалета не пускаю, там я убираюсь сама. А вот эти все моменты он как бы у меня убирает. Все, и вот видите, сейчас вам покажу, вон видно, да, где он уже проехал, что тут мокрый след. Вот он сразу и собирает, пылесосит, и моет. Умничка моя. Пойду давление мерить. Я забыла, что мне еще надо давление померить. Так, все, пылесос пусть убирается, моет, пылесосит. Умничка моя, я собираюсь, мне, блин, надо еще сегодня давление померить. Подай мне вон эти кроссовки серые. Так, все, собралась, иду. До этого, я последний раз, когда опять была у своего доктора в городе, она говорит, давай, но все равно до 26-го опять ходи мерить давление вес. Я говорю, что каждый день, что ли? Ну, я же до этого, помните, я прям каждый день ходила. Он там не меняется, все то же самое, считаю, блин, одни и те же показания. Она такая, ну, хотя бы и нет, говорит, сейчас, говорит, каждый день не надо, у меня отечность уже сейчас вообще нет, вот, последний раз я к ней приезжала, вообще нет, вот, даже маленькая отечность. Вот, она говорит, давай хотя бы раз в два, когда в три дня. Ну, ходи, просто завесися. По мере давления, как бы, для общего контроля. Так что, я еще, как кот, приехала, но от нее я еще ни разу не ходила в больницу. Сегодня надо уже сходить, ну, уже дня три точно, я не была там. Надо сходить, замерить. А еще, знаете, что хочу? Еще хочу сходить, у нас, это есть, непродовольственный магазин, и купить большой горшок, вот, который у меня стоит, ну, как это, даже не горшок, вазон, наверное, для цветов. Большой вот этот вазон для цветов у меня в таком посажено женское счастье, ну, стоит на окне. Я хочу теперь в такой же большой-большой горшок посадить вот эту свою пальму, которая у меня растет. Вот, потому что она уже выросла достаточно большая, мы ее привозили с моря, ну, привозили вот этот вот пенечек на море продавался, вот, и уже выросла прям вообще огромная, и я вижу, что этой пальме очень тесно в этом маленьком горшочке. Я вот, здрасте, я вот думаю это самое, ну, пересадить в большого зона, мне кажется, она вообще еще больше в рост пойдет, вообще, но будет у меня огромная-преогромная. Вообще, какая красота с роботом-пылесосом. Обещала же я вам все, это, ну, снять обзор на него. Многие спрашивали, ну, что там, сними поподробнее, какие у него функции, какое, что. Вы знаете, у него столько функций, у него столько всего, что я поняла, что для меня это очень сложно, что так подробно про него рассказать. Я не знаю, я, знаете, что, наверное, сделаю? Кому прям вот интересно, ну, что это за пылесос, какие у него характеристики, что он может и так далее, давайте я сейчас поищу в Ютьюбе обзоры на этот пылесос. Ну, кто уже его снимал, обзор? И я вам просто сейчас в комментариях под этим видео оставлю ссылочку на него, на обзор этого пылесоса. И если кому-то, ну, прям реально интересно, просто посмотрите только что, ну, не у меня, а у какого-то другого блогера. Перейдете по ссылке, посмотрите их видео, кто уже все это отснял. А мне, честно, мне прямо что-то не хочется заморачиваться. Не тот настрой. Вот. Ну, классно. Я им, конечно, очень довольна этим пылесосом. Он прям просто супер. Ой, ладно, что, я уже дошла до поликлиники. Сейчас сходим, замеряемся и пойдем в магазин. Все, я иду в больницу. Померила я. Знаете, сколько стояло, ждала, чтобы мне померили давление и вес? Не поверьте, часа полтора. Это вообще нереально. Я пришла, передо мной был мужчина. Вот. И это, она такая, я занята, я сейчас не могу. Приняйте, посидите, ждите в коридоре. И мы ждали, 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 ждали. В итоге мужчина, который был передо мной, он уже не выдержал, говорит, я завтра приду и ушел. Я думаю, ну, я уже это, и не это. Дождусь, раз уж пришла. В общем, где-то через час или даже через полтора часа она меня только приняла. Очень долго, но я не знаю, чем-то там она занята была. Очень долго. Так, все, иду за вазоном. Приведу свою пальму в порядок. Сейчас куплю офигенный вазончик. И буду счастливый человечек. Вообще, так-то бы еще в магнит зайти, мне надо кофе купить. У меня по утрам Саша, когда на работу встает, всегда пьет кофе. Сегодня утром ему наводила кофе. Последний, ну, выспала, закончился. Надо купить, а то он же может забыть вечером, ну, после работы. Чтобы ему на утро был кофе. Ну, я вот думаю, что мне потом с этим вазоном в магнит идти. Просто я хотела сначала сюда, в этот, в дальний магазин, где эти горшки эти продаются для цветов. Не знаю. Хотя, в принципе, там у нас в магните есть такая, типа, ну, столик или что-то. Можно при входе там оставить, наверное, я там оставлю. Забегу все-таки, куплю кофе, а то он у меня не может с утра чай пить. Кто еще кофеман? Я раньше тоже была кофеманка вместе с Сашей. Мне обязательно раньше надо было вот с утра, как только-только проснешься, обязательно мне надо было выпить чашку кофе. И только тогда я, знаете, ну, как сказать, была готова встречать день. У меня сразу какие-то бодряки, настроение. Все, я просыпалась, не знаю. Мне прям это ритуал был, что вот каждое утро я выпивала чашечку кофе. Потом забеременела. Ну, прочитала, что кофеин вреден для ребенка. И что, как бы, кофе, если вы очень сильно любите, ну, его до пяти месяцев нужно ограничить полностью. А после пяти месяцев можно выпить одну чашечку раз в пять, когда раз в семь дней одну чашечку кофе. Ну, типа, тогда вы ничем ребенку не навредите. Вот я, как бы, так и делаю. Ну, сейчас, как бы, могу себе позволить выпить чашечку кофе, но очень-очень редко, не каждое утро, как это было раньше. Надо все, я пришла в магазин. Такой вот у нас непродовольственный магазин. Тут чего только нету. Куча-куча всего. А мне, знаете, что надо? А мне надо вон те вон большие горшки. Блин, а помните, что у меня такой вот был, вот как там сейчас зеленый? У меня вот точно такой же белый. Зеленый не хочу. Мне такой вообще он нравится, потому что он большой, это, не хочу. А получается белый? Тут без ножки, просто горшок. Что, взять просто горшок, да? Без ножки. А тут нету нигде вазончика. Еще. Так, у меня, кстати, лопнула ведерко, вот маленькая для уборки. Не надо. Наверное, еще ведерко возьму себе. Новое. Небольшое. Ну, чисто, когда я, знаете, там хожу, пыль протираю, это мне удобно, когда не с тазиком ходить, а с таким, с небольшим ведерком. Блин, ну все, нету, получается, того белого на ножке. Ладно, что возьму, наверное, тут и коричневый не хочу. Возьму тогда просто белый без ножки. Он все равно побольше пересажу в него. Короче, иду я назад. Ну что, выбрала? Блин, сейчас подождите, тут музыка. Это, иду я назад. В общем, выбрала я горшок, вот этот белый большой. Плюс, думаю, надо взять это, землю, да? Для большого горшка, ну там вот 10-литровые пакетики. Я понимаю, что, скорее всего, одного этого пакетика мало. Я в итоге попросила два пакета по 10 литров. Это получается, ну, 20 килограмм. Плюс этот горшок. Плюс я себе взяла ведерко новое. И в итоге, понимаешь, что я это не донесу. Блин, ё-моё. Хотела сейчас посадить, но не получится. Я в итоге говорю, ну, оплатила все. Говорю, давайте тогда до вечера. Ну, оставила все в магазине. Я говорю, сейчас Саша после работы я ему скажу. Он к вам заедет и заберет это все. Потому что я, если я сейчас это все попру, так мне еще мало того, что надо до дома донести. Мне еще надо на третий этаж это все поднять. Я на третьем этаже живу, лифтов у нас нет в квартирах. Ну, в домах наших. Вот, то есть это пешком. И я думаю, не. Что-то я это... Не потяну такую ношу. Столько всего это. Поэтому... Либо сегодня вечером посажу цветок, либо вообще завтра этим займусь. Не стала забирать. Ладно что, пойду сейчас кофе куплю мужу. И домой. Так что, пришла я домой. Пылесосик мой все мне убрал. Умничка моя. Сейчас посмотрим, сколько он насобирал пылюки. Пылесборник извлечен. Сейчас вам покажу. Вон, смотрите. Полненькой грязюки. И это сначала, потому что я говорю, у меня сейчас полы чистые, я его каждый день пускаю. Можно сразу и мыть, и пылесосить. Все равно, смотрите, сколько собирает. Хотя визуально кажется, что чистые. Но в любом случае, я, конечно, понимаю, то, что три кота, и в любом случае, ну как, если собрать все, все комнаты, чуть-чуть здесь они шерсть натрясли. Там, ну, за сутки. Чуть-чуть здесь, чуть-чуть там, чуть-чуть там. И вот оно в целом и собирается. Так. Ну и вот та пальма, про которую я вам говорила. Вот она у меня наверху. Видите, она уже какая большая. И я вижу, что ей прям уже тесно в этом горшочке. Вот в этом. Вот я ее хочу пересадить в более большой горшок. Ну ничего, еще, наверное, займусь этим завтра. Этим-то цветочком, ну, нормально в этих горшочках. И этом, ну, фикус тоже, он вообще должен быть большой. Я вам показывала, у Вики он огромный, под потолок. Но у меня он еще пока что маленький. Вот он, он опять новый листочек пустил. Вот этот, вот этот, это все у него новые листочки. Вот этот вот новый листочек. Вот. Но он еще пока что маленький. Ему этого горшочка предостаточно. Потом, когда уже будет прям большим деревом, тоже буду его пересаживать в большой вазон. Вообще, я обожаю, конечно же, большие это цветы. Вот у меня, который это до этого был вазон. Видите? Белый, большой, на ножке. Мне прям очень нравится. Ну, сейчас такого не было в магазине. Я вам показывала. Ну, ничего, просто белый большой горшок взяла. Тоже пойдет пока что на первое время. Ладно, что, буду с вами прощаться. Вон у меня барсик. Тут принимает солнечные ванны на подоконнике. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok